это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня по-прежнему зовут платон беседен добрый вечер а тех кого знал лично говорить всегда трудно а о своих старших товарищах тем более лимонова же я имел честь знать лично и считал его старшим товарищем так что сегодня постараюсь проговорить главное своей последней прижизненной книге философия подвига лимонов рассказывал о людях жестких нетерпимых радикальные которых казалось бы стать невозможно рассказывал о людях подвига всегда умудрявшихся сбивать с толку человечество я не их противник ни в коем случае писал лимонов я пожалуй один из них так собственно и было лимонов писал так как никто в россии до него ранее не писал здесь были и гоголь и флабер и ильфы капота и миллер перечислять аналогии можно долго но над всем этим возвышается сам лимонов и речь тут даже не о смыслах которые блестяще доносил эдуард вениаминович своих книгах о самой ткани текста о структуре его фраз предложений лимонов создал свою школу хотя никаким литературным наставником быть не собирался однако за ним восхищаясь и подражая последовало не одно поколение он стал для них вождем символом безусловным авторитетом лимонов это ведь не только талант дар но и уникальный жизненный путь уникальные обстоятельства тот случай когда ну скажем так некая высшая сила выбирает своего проводника и через него через его жизнь жизненный путь проводят свои идеи и смыслы для данной сверх задачи требуется не только сверх человек если угодно но и особые обстоятельства скопировать лимонова в тексте практически невозможно повторить его жизненный путь абсолютно без шансов вот когда-то эмануэль каррер написал биографию лимонова я почему-то не взял эту книгу но каррер написал биографию лимонова на французском языке и вот она стала абсолютным бестселлером в европе миллионные тиражи многочисленные переводы европа буквально зачитывалась биографии лимонова французский президент макрон советовал читать биографию лимонова автора авторство каррера своим министром то есть по сути это был единственный русский писатель из живых понятное дело который был интересен миру при этом сам лимонов со своим местом в жизни давно и на сто процентов определился с местом в литературе он знал что многие умрут а он останется и а его книгах будут спорить будущие поколения день как и когда я умру будет на национальный трауру я умру а вы ваши дети все будут ходить с этими вопросами однако желал лимонов быть и в первых рядах российской политики и вот с этим дела у него складывались чуть сложнее в том числе и из-за его литература тот же блестящий роман о предельном одиночестве это я эдичка на пакостил автору обстоятельно ну из-за известных цен лимонов ведь при всей своей революционности в чем-то маргинальности даже видел себя лидером большинства но при этом как политик не как писателя как политик числился особой статьей и в этом конечно же есть величайшая несправедливость несправедливость в том что политическое наследие лимонова как бы не было услышано при жизни хотя сейчас одно актуализируется буквально с каждым месяцем с каждым годом посмотрите его первое интервью после возвращения на родину в девяностых посмотрите эти интервью вы даете себе отчет что будет завтра на украине например это все сейчас можно сказать отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные но это все изменяется ежедневно вот сейчас была история с черноморским флотом завтра будет из-за крыма каждый раз это эскалация эмоций потому что национализм это эмоции непрерывная эскалация эмоций одна сторона начинает другая отвечает никто не помню кто начал ведь то что он тогда говорил эти вещи на передовой именно сегодня слова лимонова о крыме казахстане донбассе о положении русских в принципе все это удивительно по своей пророческой составляющей глубине восприятия дуард вениаминович он кажется не только предвидел что будет дальше но и дал нам определенные наставления рецепты и вот конечно если лимонов писатель монструозен то вот лимонова политика нам еще стоит признать и прописать в русской истории художник же лимонов чаще всего рисует сам себя как бы ставят себя на первый план иногда увлекается излишне этим однако это не мешает ему в конечном счете дать блестящий срез эпохи нравов и конечно при всей автобиографичности его прозы как бы фиксации на самом себе он своего рода линза сквозь которую можно рассмотреть всю панораму вот казалось бы пишет человека детстве до выходит абсолютное полотно времени у нас была великая эпоха замечательный текст или пишет лимонов о водоемах а получается буквально энциклопедия характеров замечательная книга воды практически все книги лимонова вот я взял некоторые из них нужно читать не только как великолепную прозу но и как документ причем как документ исторический и метафизический эдуард вениаминович в прежде всего свидетель и в то же время осмыслитель тектонических двигов истории того как меняются судьбы как меняются нравы характеры и он если угодно блестяще показывает как бы невидимую энергетическую ткань жизнь чувствуют как вот переплетаются и рвутся нити и сдвигаются подчеркну тектонические плиты истории как выворачиваются человеческие судьбы вот потому столь ясно лимонов предвидел и предсказывал будущее и масса вот брошенных как бы невзначай его фраз сейчас они ну чуть ли не пророчества которые сбываются от того наследие лимонова буквально разрывают на части точно наследие какой какой-то рок-звезды то есть смотрите письма лимонова одной из его супруг наталья медведевой буквально как буквально покупают за миллионы вещи лимонова продаются на аукционах то есть как бы ничего личного только бизнес то есть его после смерти буквально разрывают на части вот тем сильнее это меркантильная безумие именно безумие контрастируют с тем как жил лимонов как жил лимон вот помню как впервые оказавшись его квартире съемные квартире ну такая вот деталь я захотел в туалет как это бывает но вот от чего-то жутко стеснялся но все-таки зашел вот я увидел там такой вот обшарпанный потолок такие что называется желтые разводы и вот я стоял и думал как так живой классик русской литературы а там вот текущий потолок потом эдуард вениаминович рассказывал как буквально провел зиму с обогревателем потому что они работали батареи и вот выйдя на улицу я не мог вот опять же отделаться от этой навязчивые мысли как так получается где то возможно в какой стране что великий русский писатель живет на съемной квартире с потекающим потолком и не работающими батареями хотя конечно лимонову было все равно он был настоящий спартанец настоящий воин и да к слову литературная премия в россию лимонова тоже была лишь одна имени андрея белого вот за нее эдуарду вениаминовичу натурально дали бутылку водки и один рубль это собственно все что вам надо знать о литературном процессе в россии ну и что с того лимонову да ничего ничего он все равно остался в истории возвышаясь над остальными как мы не знаю как гора заснеженным пиком позволю себе такой образ однако при всей своей пламенности монструозности есть у него кстати книга такая замечательно священные монстры он был очень тонким изящным ранимым человеком часто в переписке и в разговорах эдуард вениаминович вспоминал нашу совместную прогулку по балаклавии было это очень трогательно вообще относился к севастополю совершенно по-особенному и первый вопрос его при встрече был как там новости из города героя при этом когда-то он мне признался он сказал знаешь я не сентиментальный человек но когда я видел как подписывается акт о принятии севастополя и крыма состав россии я пустил слезу те как мне кажется в чем-то он был весьма сентиментальный человек ведь именно лимонов сейчас об этом мало вспоминает но именно лимонов и его соратники были одними из тех немногочисленных кто реально боролся за возвращение севастополя в россию в 90-х сейчас они как бы вспоминать не принято но тогда в 1999 году именно лимоновцы захватили башню матросского клуба запаялись изнутри вывесили российский флаг из верхотуры разбрасывали листовки севастополь русский город это сейчас все борцы сейчас все это мы боролись за возвращение севастополя а тогда даже не вспоминали об этом никто из политических сил а вот лимоновцы напомнили что севастополь не брошен россии не забыт не оставлю да действительно лимонов был отчаянно смелым мужественным человеком не случайно он участвовал в четырех если не ошибаюсь война в 4 ключевым кстати по его же словам стал конфликт на балканах тот опыт он часто вспоминал в беседах в том числе и со мной и вот он говорил что это своего рода кавказ как кавказ для лермонтов или как севастополь для толстого вообще конечно лимонов всегда оказывался там где закипала лава история и вот я говорю много хорошего говорю конечно многие обвинения в адрес эдуарда вениаминовича они в чем-то справедливо однако я скажу главное вот что бы там ни было лимонов никогда не шел против своей страны никогда он не выступал против своего народа он всегда был со своим народом и вот кто истинный они знаете казенный бюрократический патриот на зарплате как вот мы сейчас их наблюдаем и конечно сегодня когда идет вот эта страшная братоубийственная война лимонова но отчаянно не хватает он всегда ведь был очень смелый своих оценках и казалось бы уходил совершенно парадоксальный далее ты изумлялся что же он такое говорит что он несет а проходило время и оказывалось туда он был прав сегодня без лимонова остается только гадать самим искать варианты что эдуард вениаминович рассказал бы нам вот в эти времена которые по сути он самый предсказал моя личная судьба она удивительная считаю просто вот это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения о